Яркие, улыбающиеся, активные не по годам и полные планов на будущее – это все о них, людях пенсионного возраста. На обращение бабушка или дедушка они не обидятся, но назвать их так язык уж точно не повернется. Они танцуют, занимаются скандинавской ходьбой, рисуют, поют и не представляют своей жизни без общения и движения. Яркий тому пример Мария Мещенчук. Люблю фильмы посмотреть, люблю концерты, люблю спорт. Я хожу ежедневно на сооружения антивандальные, которые находятся на набережной. И очень благодарна нашему мэру Рогачуку Александру Степановичу, который открыл там эти сооружения и посещаю спорт, так сказать, гимнастику делаю. Время пенсии – это время, когда можно посвятить себя любимому хобби, говорят виновники торжества. Маленькую часть своих творческих достижений они представили в фойе кинотеатра «Беларусь» и признались, что есть в этом праздничном дне и доля грусти. Естественно, праздничное настроение. Может, где-то грусть немножко, потому что каждый год добавляет. А года, конечно, не добавляют здоровья, не добавляют красоты и прочее. Но вообще это хороший день. В своем составе они очень творческие люди, очень интересные люди. Вот, посмотреть, да, это и картины. Это три у нас номинации. Умельцы Бреста, пою тебя любимый город и остановись в мгновение. Это фотографии, вот картины, вышивка. Только в Ленинском районе города насчитывается более 25 тысяч человек пенсионного возраста. А это практически каждый четвертый житель. Из тех людей, которые имеют право на пенсию, еще более 7 тысяч человек работают. Так что, если отнять тех людей, то у нас около 18 тысяч человек, которые получают пенсию. Три человека в Ленинском районе, те жители, которые живут более 100 лет, возраст, которые более 100 лет. Из них два участника Великой Честной войны. В этот день они получили свои заслуженные награды за вклад в развитие и процветание города. А пенсионеры Московского района отметили праздник во Дворце культуры профсоюзов. Их боевому духу также можно позавидовать. Мы с подругами общаемся, ходим на все мероприятия, где какие есть. И ходим на дискотеку, и в парк ходим. Пожилые жители Московского района, которых здесь более 52 тысяч, также получили награды и музыкальное поздравление от творческих коллективов города. Пожилой человек, на мой взгляд, это тот, который уже пожил. Это мудрость, это доброта, это золотая осень нашей жизни. Поэтому для многих возраст пожилой считают, для многих молодых можно позавидовать, могут позавидовать этим пожилым. Конечно же, в этот день звучали только слова благодарности и бесконечное внимание к пожилым людям. А это для них самое дорогое. Мирослава Коваленко, Павел Малашуна, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ.